Всем доброе утро! Восьмая неделя, карантина. У нас начинается послабление немножко и мы, скорее всего, начнем работать с 15 мая. Но мы и так и работаем, и сейчас работаем, но скорее всего мы будем уже выезжать в офис и все это закончится. Конечно, общественный транспорт все равно еще под большим вопросом, как людей будут развозить. Сейчас будет самый лучший способ перемещения, конечно, машина, чтобы меньше заражать. Ну, посмотрим, надеюсь, что все наладится. Мне, конечно, это очень нужно, чтобы все наладилось. Я каждый день контактирую с Нью-Йорком и с друзьями. очень хочется, чтобы все открылось и мы смогли полететь в отпуск. Ну, вернее, как в отпуск. Я-то еду домой. Сын поедет на все лето отдыхать домой, а я потом вернусь и буду работать. Посмотрите, как красиво. Как зеркально красиво. Как отражение чистое у птички. У нас здесь в этом озере два острова с деревьями. И там целый детский сад с птенчиками. Такие вот у нас красивые парки в Бельгии. Ну, вот такие вот у меня новости. Надеюсь, что все налаживается и мы будем уже нормально функционировать, жить. Италия тоже вышла из карантина. Испания тоже потихоньку выходит. У Англии еще пока нет. В Англии, конечно, плохо дело, но я надеюсь, что уже тоже наладится. Потому что моя компания, она британская, и, естественно, мы от них тоже как-то все-таки зависим. Ай, как красиво у нас пробежка. Я похудела на 6 килограмм. Это уже как-то даже приятно. Потому что я как с первого дня, как я села на карантин, я набрала вес. И сейчас я возвращаюсь к своему исходному весу. И это очень важно, потому что все равно не хочу никого испугать на работе. Это же будет просто смешно, что я себя так распустила. Так что я утром бегаю, сижу на диете, не ем хлебного ничего, ничего мучного я не ем. Также я не ем рис и крупы. Я ем только фрукты. Ну все, я побежала. Всем большой привет из Бельгии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok